Это программа «День с толком» в студии Анастасии Дороган. Приветствую всех, кто нас смотрит на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. Не хватило мест, кого в первую очередь зачисляют в школу ближе к дому, и что делать, если вы не согласны с существующим порядком? В Барнауле встает строительство социальных объектов, а клиенты готовы жертвовать качеством, чтобы уложиться в смету, к чему приводит подорожание металла. Барнаул вновь может принять все флаги мира. Край подал заявку на чемпионат мира по гребле 2026 года. Прокуратура Край открывает горячую линию по вопросам нарушения трудовых прав. Пожаловаться на задержку зарплаты, выплату ее в частичном размере или другие проблемы в сфере трудового законодательства можно будет всю следующую неделю с 12 по 16 июля. Судя по статистике ведомства, несоблюдение трудовых прав – острая проблема для нашего региона. Так, за прошедшие полгода лишь по итогам прокурорских проверок почти 2000 работников предприятий региона выплатили задолженность по зарплате. Общая сумма долга составила 46 миллионов рублей. А еще 96 работников с помощью надзорного ведомства добились официального оформления трудовых отношений в компаниях. Добавим единый номер горячей линии – 2607. Не забудьте барнаульский код. На личный прием можно попасть по адресу улица Партизанская, 71, кабинет 11. Несколько семей Барнаула намерены обратиться в прокуратуру из-за нехватки мест в школах у дома. Первоклассникам, имеющим право быть зачисленными в учебное заведение по прописке, отказывают из-за того, что места разобрали льготники, семьи военнослушащих и силовиков. Подробности далее. Мама первоклассника Алина Ващенкова хотела, чтобы ее ребенок учился в Сигме. Говорит, от дома до школы рукой подать. Именно это было одним из главных аргументов при выборе места жительства. Алина, как и положено, подала заявление еще в апреле и была уверена, что ребенка зачислят, но неожиданно для себя узнала, что все первые классы уже заполнены. В школе дали мне отказ, так как первоочередное превысило количество места. По прописке не прошло 30 человек, мы в том числе. В комитете мне ответили, что действительно мест нету, идите в другую школу, пока есть свободные места. Почему я должна ходить в другую школу, если я напрямую отношусь к этой Сигме? Нам же в городском комитете по образованию пояснили, что есть определенный порядок приема детей в школы. Первоочередники – льготники, дети военнослужащих, сотрудников внутренних органов, из многодетных семей и дети-инвалиды. Затем в школу могут подавать те, чьи братья и сестры уже учатся в этом учреждении или родители работают в сфере образования, а также дети из неполных семей. В приеме в общеобразовательную организацию может быть отказано только по причине отсутствия свободных мест. В соответствии с этим же порядком, в случае отсутствия мест в школе, родители ребенка для решения вопроса об его устройстве и другую образовательную организацию обращаются непосредственно в комитет. По словам Натальи Шурыгиной, свободные места в школах есть и находятся эти школы, а их как минимум шесть, в том же микрорайоне, что и Сигма. Но Алина Вощенкова на другие учебные заведения не согласна. К слову, с подобной проблемой переполненности школ и первоочередного права для льготников столкнулись жители еще как минимум двух микрорайонов – Дружный и село Власиха. Несколько семей собираются подавать заявление в прокуратуру. Среди них и Алина Вощенкова. Елена Кукина, Александр Антропов. День с толком. Встречаться с избирателями вживую можно. Грядущий выборный цикл для страны особенный. Многим регионам и муниципалитетам придется определить представителей в местных думах, собраниях и советах. Параллельно набирает ход гонка за места в главном парламенте страны – Госдуме. И над всем этим все выше поднимается гребень третьей волны коронавируса. Какие новеллы необходимы, чтобы безопасно опускать в КАИП? Об этом сегодня говорили губернатор края и председатель регионального избиркома. Уже на следующей неделе кандидаты в депутаты Госдумы начнут подавать документы для регистрации. Компания выборов в КЗС тоже приближается к стадии выдвижения. Одно из самых главных решений – кандидатам можно вживую встречаться с избирателями в больших помещениях. Как отметил губернатор, в театрах, кинотеатрах, клубах давно действует хорошо отработанный санитарно-эпидемиологический режим. И рассадка, и контроль за средствами защиты, и дезинфекция. Сейчас ищут помещения и для голосования с учетом всех современных требований, например, видеонаблюдения. Кроме того, в этом году в каждом из четырех округов по выборам депутатов Госдумы будут использоваться автоматизированные комплексы обработки бюллетеней. В этом году в крае будет работать 1771 избирательный участок. 208 комплексов обработки избирательных бюллетеней находятся сегодня в нашем парке. 200, с учетом запасных, будут размещены на избирательных участках городов Барнау, Биск, Рубцовск и Новоалтайск. Более 10 лет применения комплексов обработки избирательных бюллетеней на территории Алтайского края позволяет говорить о том, что работа с этими техническими устройствами не вызывает вообще никаких нареканий, а очень высокий уровень доверия со стороны всех участников избирательного процесса. Новую поликлинику возводят в Советском районе. Она должна снизить нагрузку на центральную районную больницу и решить проблему дефицита медперсонала. Продолжить тему Дмитрий Дроздов. Жительница поселка Глинка Советского района Нина Федурина к врачам обращается часто. Новую больницу ждет с нетерпением. Ведь добираться до района и пенсионерке-инвалиду тяжело. Кому-то тяжело очень ходить. Правильно, у кого-то машины, у кого-то что-то, но люди пожилые. И поэтому вот эта больничка нам обязательно нужна. В той больнице у нас тесновато. И думаем, что мы дождемся вот эту больницу, нам будет там комфортно. Современное здание готово на 30%. Но полностью сдать объект должны до конца 2022 года. Здесь появится отделение лучевой диагностики, кабинеты неотложной помощи и женская консультация. Будут принимать несколько участковых терапевтов. Врач-нарколог, психиатр и другие узкие специалисты. Все будет в одном месте. Все врачи будут в одном месте. Людям это будет удобно. Зоны комфортно. Будет комфортно ожидать прием. Комфортно вести работу. Как сотрудникам, так и больным. Поликлиника на 15 тысяч населения будет располагаться в шаговой доступности от стационара. Здание возводится по проекту, который в дальнейшем намерены использовать при строительстве поликлиник при ЦРБ края. С учетом сейсмичности, проектировщики таким образом делали проект. Проводилась экспертиза, чтобы можно было применять его в других районах Алтайского края. Поликлинику возводят по программе модернизация первичного звена. На объект затратят почти 214 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. Власти надеются, что новый соцобъект позволит перевлечь медиков в район. Сегодня укомплектованность кадрами Советской ЦРБ составляет всего 60%. Не хватает врачей, медсестер и фельдшеров. Их в районе готовы обеспечить не только работой, но и новым жильем. Дмитрий Дроздов. День с толком. Надеемся, что этот объект успеют сдать в срок, ведь стоимость металлоконструкции за последние полгода взлетела в разы. Жители в шоке, а застройщики озадачены тем, как не уйти в убыток. И есть даже такие предприятия, связанные с металлом, которые признают, что сознательно делают качество продукции хуже. Следующий материал о том, в каких условиях живет рынок и как приспосабливается к ценовым изменениям. Дом, квартира, баня или забор, который вы не сможете себе позволить. Или позволите, но скрипя сердце. К лету, самому горячему сезону ремонта и строительства, стоимость металла в России буквально взлетела. Жители приезжают со сметой на одни цены и просчитывают разницу. Металл начал расти в цене еще в конце 2020-го, когда мир потихоньку стал забывать о пандемии. Остановленное производство, строительство возобновилось, создав спрос, а просевший рубль сделал экспорт металла более выгодным и на внутреннем рынке появился дефицит, который тоже повлиял на цену. К примеру, наши соседи объявили о том, что у них в ассортименте появился профлист толщиной 0,2 мм. При общепринятых стандартах ранее, когда у нас не было такого ценового бума на металл, общепринятый стандарт был 0,5 мм. Клиенты готовы терять в качестве, когда определенный продукт нужно купить за бюджет, утвержденный еще зимой. Но все же на рынке рекламного оборудования составляющих меньше, чем в строительной сфере. За неполный год цены на металлопродукцию выросли чуть ли не вдвое. То, что сейчас происходит на рынке, не предугадать. То, что раньше считалось дизайнерски более интересным, соответственно, дорогим, стало доступным. На примере мягкой кровли, допустим, цена у нее раньше была выше, чем у металла. То есть металл черепицы и так далее, профнастила. А сейчас такая тенденция, что мягкая кровля стала дешевле, чем металл. И, следовательно, мы тоже переходим на мягкую кровлю. Ну, не совсем, но мы будем ее завозить. И у нас будет это в ассортименте. Застройщикам в этом плане сложнее. Одно на другое в процессе работы уже не заменить. Говорить на такую больную тему с нами вживую не захотела ни одна компания. Алгоритм прислал письменный ответ. Там уверены, что с учетом проектного финансирования в банке застройщики должны будут рисковать, либо не брать объект вовсе. Изменение цены проекта на стадии его реализации – процедура непростая, потому что требует согласия банка. Не каждый банк пойдет на уступки застройщику. В таком случае финансировать разницу придется за счет собственных средств. Социальное строительство в еще больших рамках. Из-за скачка цен под угрозой срыва 70 объектов КАИ. Селф и Векстрой уведомили власти, что приостанавливают строительство соцобъектов. Уже ясно, что сроки контракта сорвут крытый каток и физкультурно-оздоровительный комплекс в Барнауле, детский сад Ясли в Белокурихе. В Краевой Минстрой заверяют, что в июле должна появиться методика расчета. Как к остатку бюджета применять действующие цены. В Москве разрабатывают законопроект, по которому стоимость госконтракта могут изменять и зароста цен стройматериалов, но не более чем на 30%. Минстрои говорят, нарушители сроков не будут штрафовать и отбирать объекты. Содержать, охранять объект. Где-то какие-то могут потребоваться консервации. Все зависит от того, в какой степени готовности объект. Где-то есть кровли, где-то нет еще кровель. Поэтому не допустить разрушения их. Речь-то не идет о расторжении сейчас, пока контрактов, я думаю, и не дойдет до этого. Кстати, застройщик уверен, что до конца года металл вырастет в цене еще больше, втрое. Так что, возможно, весь этот год люди будут закупаться впрок. Но, опять же, повышенный спрос подогревает цену еще больше. Спада какого-то не наблюдается, поэтому люди боятся этого и вкладывают деньги в стройку, в металл и так далее. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком. Несмотря на любовь к разным историческим эпохам, сразу две научные экспедиции выбрали объектом исследования Барнаул. Одна из них изучает города военного тыла, другая следует трехвековым маршрутам Витуса-Беринга. С путешественниками общался Артем Гусельников. Барнаул стал точкой пересечения двух исторических экспедиций. Одна из них – трудовая доблесть России, резервы человечества, едет по городам и селам, которые внесли существенный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Участники путешествия планируют посетить не менее 90 населенных пунктов. Проект посвящен трудовой доблести народа, в первую очередь в годы Великой Отечественной войны, предвоенные и послевоенные годы, как вы знаете, в прошлом году, в честь 75-летия, 20 городам страны было присвоено вот это почетное звание «Город трудовой доблести», а в этом году еще 12 городам. Другая экспедиция вдохновлена маршрутом Витуса-Беринга. В 18 веке группа ученых посетила тогда еще Томскую губернию. Местные жители угощали исследователей блюдами локальной кухни, и именно их подали к столу современным автопутешественникам. Это на самом деле очень уникальное блюдо, потому что они изготовлены, приготовлены из тех продуктов, которые выращивались и выращиваются у нас сейчас в Алтайском крае. К примеру, для гостей у нас сегодня подается салат из овощей с конопляным маслом, который исключительно растет у нас в Алтайском крае. Цель экспедиции Беринга составить самый протяженный туристический маршрут в мире и показать не только памятники архитектуры, но и погрузиться вглубь эпохи, в том числе с помощью гастрономии. Спустя три века мы отдаем память нашим предкам и создаем маршрут, туристский маршрут, самый протяженный в мире, это 55 тысяч километров, 45 регионов нашей страны, 14 стран мира. Этот маршрут в первую очередь для тех, кому интересна история, кому интересна настоящая наша страна. Далее обе экспедиции отправятся в Новокузнецк. Там они продолжат работу и над туристическим маршрутом, и над изучением военной истории города. Несмотря на интерес к разным эпохам, исследователи ставят перед собой общую цель – рассказать о важных периодах как можно большему количеству людей, проводя подобные познавательные встречи. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком. Впервые не в залах музея, но тоже по-сибирски с азартом. Десятая межрегиональная молодежная художественная выставка открылась в Барнауле. Экспозиционным пространством стала Титов-Арена, на которой собрались молодые художники со всей Сибири. В последний раз в дворе зрелища спорта, а ныне Титов-Арена принимал выставки в 80-е годы. И вот своего рода возрождение доброй советской традиции. Правда, представленное здесь творчество с прошлым никак не сравнить. Что не произведение, то загадка, эксперимент, эпатаж. 300 авторов, 11 регионов, свыше 680 работ. Для художника вообще любая выставка является событием, важным событием. А если мы говорим о молодых художниках, то для многих это вообще первая в жизни выставка. Это такой творческий старт, и поэтому здесь нельзя переоценить значение этой выставки, потому что она колоссальная. Азарт Сибирь – это не просто выставка, это еще и конкурс. Определять победителей эксперты будут в шести номинациях. Алена Наволокина – одна из участниц проекта. Она представила написанную маслом картину. Это совершенно свежее творение. И для девушки очень важное мнение и зрителей, и старших наставников. Таких проектов нужно побольше и почаще, чтобы у каждого художника был такой некий стимул, можно даже сказать более грубо, пинок, развиваться. Можно писать в стол тоже неинтересно. Интересно, когда к твоей работе подойдет человек, там трогает ее, смотрит, задает тебе вопрос, что такое коммуникация происходит, что ты делаешь для себя, для зрителя. Самая азартная экспозиция Сибири будет работать в здании Титов-арены до 30 июля. Именно в этот день и назовут имена победителей, которые, кстати, получат денежный приз по 25 тысяч рублей. К слову, параллельно с этой выставкой в музеях и галереях Барнаула тоже представлены работы азартных художников, те, что не попали в основную экспозицию, но достойны внимания. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. В Барнауле снова могут пройти спортивные соревнования мирового уровня. Федерация гребли на байдарках и кануэл тайского края намерена подать заявку на проведение чемпионата мира на марафонских дистанциях 2026 года. В региональном Минспорте подчеркнули, оглядываясь на опыт проведения второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и кануэ, наш край полностью, в том числе и технически, готов встретить спортсменов снова. Затраты на этот раз будут минимальными, понадобится около 15 миллионов рублей. Эта история только начинается. Мы как можно больше хотим создавать поводов для гордости для всех жителей Алтайского края. Ну и, конечно, социальный лифт для наших ребятишек, которые будут смотреть, которые будут записываться, которые будут вырастать как спортсмены, и пусть все у них сложится. В течение 10 дней глава региона подаст заявку от своего имени во Всероссийскую федерацию гребли на байдарках и кануэл. Окончательное решение о месте проведения чемпионата мира примут в марте 2022 года. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи!